Новую набережную в парке за Саймой в октябре наконец открыли. В этом году анонсировали это событие несколько раз. Сначала обещали к маю, потом к августу, но сняли ограничительные заборы на объекте только на уходящей неделе. Погода пока позволяет сургутянам наслаждаться новой благоустроенной территорией. Возводить набережную в парке начали в 2021 году. Еще на стадии проекта она вызвала у общественности много вопросов. Тогда, напомню, документы предусматривали вырубку 200 деревьев для обустройства футбольного поля. На время обсуждения все работы приостанавливали, позже и вовсе исключили спортивные объекты с планов. Подрядчик после с большой опаской вел строительство. Даже огородил каждое дерево, чтобы не допустить их повреждения. Компания крайне бережно подошла к работам, только вот в ответ от сургутян бережного отношения новая набережная не получила. Еще во время строительства рабочие жаловались на вандалов. Не изменилась ситуация и после открытия. Качели ломают. На новой террасе собачники позволяют себе не убирать за своими питомцами, а любители искусства разрисовывают только-только установленные лавочки. Намерены ли власти сургута искать хулиганов и как городская администрация оценивает объект, знает Мария Ливаня. Впервые подрядчик, который занимается строительством набережной в парке Засайма, пожаловался на вандалов еще в мае. Тогда здесь повсюду стояли ограждения, объект только строился. Однако это никак не помешало желающим сломать перила, выдрать доски, выбросить строительные материалы в реку. Сейчас же, когда ограждений нет и площадка в полном доступе, желающих разломать новый красивый объект, меньше почему-то не становится. Первый участок. Вот заменили две доски, готовые были поцарапаны, покорежены. Участок возле смотровой площадки. Вот собак выкулят, прямо собака нагадила. Это куда годится? Сейчас, террасная доска у моста. Вот уже поцарапали, сорвали все. Террасную доску подрядчику приходилось регулярно менять и на стадии строительства. Ее регулярно вырывали, скидывали в реку. Это, кстати, и есть причина, по которой цвет покрытия местами разный. Пока объект еще не приняли на баланс города, и все замены производит подрядчик за свой счет. Хотелось бы отметить, что после предъявления были сняты заборы и возросли акты вандализма. Значит, идут игломы мапов и так далее. На данный момент горизонт несет это время на себе. То есть, как бы, нужно уже принимать меры, когда там ограничительные какие-то вывески делать, запрещающие, то есть, чтобы на велосипедах по скамейкам не ездили и так далее. К слову, к подрядчику вопросов по объекту не возникало. Были мелкие замечания. Но в целом заказчик, администрация города, результатами работы осталось довольно. Замечания даже там говорить-то особо не о чем. Там мелочи связаны с тем, что там где-то светильник один не горел, где-то еще что-то. То есть, какие-то там вопросы, где-то доску надо поменять. То есть, это вопросы такие достаточно небольшие, несерьезные. Подрядчик их уже исправляет в процессе. Сейчас окончательно уже по факту работы приняты. Единственное, что корректируется еще документация. Первый этап мы открыли сейчас, второй этап пока закрыт. Но тоже планируем в ближайшее время уже по окончанию снятия замечаний его открывать. То есть, это все будет в октябре. Довольны новой набережной остались и жители города. Они наконец-то смогли погулять по долгожданной новой рекреационной зоне. Открытие, напомним, горожане ждали с мая. Мы еще не все видели, но нам очень нравится. Красота! Очень приятно. Очень приятно, очень гармонично все это смотрится. Можно даже присесть и отдохнуть с ребятишками, с колясками. Очень шикарно. Наконец-то появилась смотровая площадка. Хоть какая-то, хоть где-то можно с ребенком погулять. Выходной день. Очень радует. Радует, как развивается. Очень уютно, здорово. Хорошо бы, конечно, чтобы пораньше открыли, чтобы летом можно было гулять. Но сейчас тоже очень замечательно, удобно. Сломанные качели, фотографии которых публиковались в социальных сетях, подрядчик тоже починил. Специалисты нашли способ, который должен помочь предотвратить поломки в будущем. Чтобы увеличить прочность объектов, подрядчику приходится искать разные способы. Например, на качелях установили железные уголки. Они спасут конструкцию, если желающих покататься окажется больше, чем качель способна выдержать. Так, например, произошло с качелью, которая должна была быть здесь. Она просто не выдержала натиска желающих. Сейчас ее отправили на ремонт, а после, конечно, вернут на место. Не в восторге от действий вандалов не только строители, но и горожане они отметили, что творчество и последствия действий некоторых земляков портят не только вид набережной, но и в целом впечатление от прогулки. Безобразие, конечно. Строили-строили тут. А тут вандалы. Те, которые не любят город, сами ничего в жизни не делали. Все же делается, в принципе, для любителей же, правильно. Порядок будет только тогда, когда мы сами его будем поддерживать. К вандализму очень негативно. Потому что город старается строить. И вот смотрю, первые же несколько дней уже качели сломаны. Очень обидно, конечно, что вложено столько труда, а никто не ценит. Тех, кто нанес ущерб новому объекту, пообещали найти. Мэрия направила запрос в ЕДДС, чтобы по системам безопасного города обнаружить виновников. Достаточно строго в отношении хулиганов высказался и глава Сургута Андрей Филатов. Градоначальник потребовал, чтобы парки оснастили камерами. Оснащайтесь так, чтобы город знал своих героев, в конце концов. Мы должны уже, по крайней мере, об этих людях рассказывать. Так поступать нельзя. Но я категорически не приветствую и не собираюсь здесь быть толерантным. Или искать аргументы в защиту. Или кому-то заняться нечем. Спортзалов не хватает. Эта история прошла. У нас всего хватает. Поэтому давайте относиться бережно и ответственно к тому, что мы создаем в городе. Все зафиксированные факты вандализма Андрей Филатов поручил передавать в полицию. Чтобы те, кто не умеет ценить городские объекты, в которые вложено огромное количество труда и средств, в том числе и федеральных, были наказаны. Любовь к своему городу начинается с мелочей, ну или хотя бы сбережного отношения к тому, что в этом городе возводится. Будем надеяться, что камеры помогут найти хулиганов или хотя бы отвадят вандалов от новой набережной. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Владимир Федоров. Специально для программы «Новости. Главное».